Добрый день! 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 у нас, за местных производителей. Единственное, что сегодня сдерживает, что сегодня сдерживает, ну, например, могу привести, в Евросоюзе, например, мясо птицы стоит 10-12 лев за килограмм. Вот сравните, чтобы было понятно. Значит, что сегодня сдерживает, это импортная почина, 20% на декларируемую стоимость товара, плюс 200 евро. Вот это еще в какой-то мере сдерживает, но в принципе, наша перерабатывающая промышленность, которая делает какие-то продукты из мяса, она уже давно подсела на импортную продукцию, потому что она более дешевая, и, естественно, конечный продукт получается с более низкой ценой, то есть, получается, возможность получить большую прибыль. К сожалению, вот эти катаклизмы природные, когда происходит сброс по голове, поднижается производство желтонерской продукции, оно не восполняется, когда следующий год урожайное, оно как бы вот этот импорт, он уже вытеснил, и потом дальше что-то не допускает. Вот, например, молока и молочных продуктов мы в прошлом году импортировали больше 10 тысяч тонн. То есть, мы не экспортируем ничего практически, а импортируем больше 10 тысяч тонн. Вот примерно ситуация, которая сегодня в сельском хозяйстве. Здесь очень много проблем, связанных и вообще те проблемы, которые сегодня существуют в бизнесе. Почему у нас бизнес как бы не конкуренто? Но сельское хозяйство, оно во всем мире, оно дотационное, во всем мире его государство пекает, и во всем мире это является предметом удовольственной безопасности страны. Потому что понятно, что если своей продукции нет, то завтра импортеры могут вздувать такие цены, какие они захотят. Вот чтобы этого не было, каждое государство поддерживает. Это одна сторона вопроса, и вторая сторона вопроса, в сельской местности работают люди, которые чем-то заняты. Если их лишить возможности этой работы, значит, они окажутся без работы, без средств существования. То есть, они стремятся поддержать население. Это все страны мира. Вот как бы основные проблемы. У нас, к сожалению, больше говорят о принципах и ценностях, но не говорят об экономике. Вот такова ситуация сегодня в сельском хозяйстве. Она, можно сказать, удручающая. Как по-вашему, стоит ли ждать повышение цен на какие-то продукты в связи с этой ситуацией? Вот при том, что мы имеем как бы по январю месяцу вроде бы такой невысокий индекс инфляции, там чуть больше 4%, то по основным продуктам питания там за 30%, 25-30% и так далее. Это вот ответ на этот вопрос. То есть, сейчас, пока происходил сброс мяса, то есть, поголовье, потому что нечем кормить, цены на продукцию животновоза, то есть, мясо прежде всего, они были относительно, еще раз подчеркиваю, невысокие, хотя и выросли. Когда поголовье резко сократится, сброс мяса на рынок прекратится, естественно, цены вырастут. И вообще каждый неурожайный год, он как бы отражается на последующих. То есть, в принципе, цены должны вырасти. У нас есть проблемы сегодня и с зерном, то есть, будем говорить, до следующего урожая и так далее. То есть, есть разные предложения по закупке зерна. Но, еще раз подчеркиваю, госструктуры очень инертные, ждут чьих-то указаний, пока кто-то сверху не скажет, сами ничего не предпринимают, и поэтому проблемы как бы зависли. Но от этого они сами по себе не решатся. В прошлом году, прошлым летом, точнее, мы наблюдали очень катастрофическую ситуацию в сельском хозяйстве. Стоит ли ждать повторения в этом году? Я имею в виду засуху, природные условия, которые... Это. Как будут подготовлены наши власти для того, чтобы избежать возможных последствий? А у нас власти всегда готовы, как снег выпадает, это стихийное бедствие, жара, это стихийное бедствие. Я же сказал, что у нас, мы живем в таком регионе, что у нас раз в пять лет обязательность очень сильная засуха. Два года тоже проблемные, тоже проблемные. Поэтому власти должны быть к этому готовы. Другое дело, что они, кажется, всегда для них это неожиданно, и всегда они говорят, что мы не ожидали. Но самое главное, что отсутствуют конструктивные меры по выводу из критического состояния отрасли. Вот смотрите, когда отрасль в тяжелом состоянии, создаются какие-то меры, которые могут поддержать. А чем, извините, поддержали сельское хозяйство? Тем, что ввели НДС вместо 8 20%. При том, что я называл цифры, что у нас, например, та же продукция животноводства, если молоко 97% на личных подборьях, то никакого возврата НДС нет. Кому там будут возвращаться эти 19% НДС? Рядом Украина, она начисляет 20% НДС, но все НДС остается сельскому хозяйству. И вот этот дисбаланс, который по ценам получается, с одной стороны у нас обеспечивает высокое, с другой стороны вот это НДС, который они компенсируют, и так далее, приводит к тому, что у нас огромный, огромная сегодня контрабанда. Вот я приведу такой пример. У нас собираемость НДС в прошлом году выросла на 2%, на 2%, при том, что у нас зарплата выросла на 9,2%, пенсии были проиндексированы на 9,6%, леи, которые влились через валютные кассы, на 13% выросла. То есть, казалось бы, на эту сумму вырос платежеспособный спрос, и, соответственно, должен был возрасти собираемость НДС. Она не выросла, потому что стали завозить больше контрабанды. И там тогда ни НДС, ни акцизов, ни таможенных сборов, ничего. И в результате, вот по моим оценкам, значит, вот только недобор НДС, дополнительно, что мы добавили, мы дополнительно потеряли где-то 700-800 миллионов лея. Только вот за счет того, что экономика ушла больше в тень и больше стала контрабандой. Вот примерно таковы последствия. Но в то же время Альянс делает ставки на подписание соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Но многие эксперты сходятся во мнении, что подписание этого договора может скорее ухудшить ситуацию, чем улучшить ее. В частности, Россия намерена ужесточить условия торговли с Молдовой в случае, если этот документ все-таки будет подписан. Здесь есть определенный, как бы проблема, но в принципе Россия тоже хочет открывать зону свободной торговли с Евросоюзом. Здесь меня пугает определенная поспешность. Вот я называл уже таможенный почвен. Что такое таможенный? Значит, я сказал 20% таможенной почвены на импорт продукции животноводства и плюс 200 евро за каждый тонн. На птицу 100 евро. Значит, вот если мы это уберем, сможем ли конкурировать с мясом, которое сегодня в Евросоюзе импортируется за 10-12 леев. Понятно, наши птицеводы надо будет закрывать. Это касается и свиноводства, это касается и производства крупного рогата, скота, и производства молочных продуктов. Все, мы на животноводстве должны поставить крест. И поставить, собственно говоря, крест на тех 58% населения, которые проживают в сельской местности, которые должны сказать, ребята, собирайте чемоданы и на летний, может быть, осенний, вернее, весенний-осенний период уезжаете на стройки в другие страны, зарабатываете деньги, а здесь мы превращаем Молдову в спальный район. К сожалению, вот таковы перспективы при таком подходе решения экономических проблем нашей страны. Хорошо. Что выиграют обычные потребители и все наши граждане от подписания этого договора или ничего не выиграют? Теоретически, теоретически, казалось бы, ну что, вот если будет это, опять вернемся к тому же мясо птицы, за 10-12 леев импортировали мясо птицы, здесь оно будет продаваться, образно говоря, за 20 леев, потому что есть торговая наценка, есть НДС, затраты на транспортировку и так далее, ну, с небольшим, допустим, 20. Да, они на первом этапе, вроде казалось бы, продукты станут дешевле, но ведь надо иметь еще заработную плату, чтобы ее купить. А если у нас рабочие места, их не будет, их не будет, то не будет заработной платы, нечем будет идти в магазин. То, что я сказал, что надо уезжать с этой страны. То есть, поэтому каждая страна стремится, я уже как-то в одной вашей передаче говорил, что когда оценивается деятельность правительства, она оценится не по показателям инфляции, росту ВВП и так далее, чтобы было нанятное население. Если количество рабочих мест возрастает, то правительство работает хорошо. Если количество рабочих мест сокращается, то это плохо. И я вот, если будем так говорить, вот, о заработной плате, да, у нас заработная плата вроде бы растет, но в доходах населения она сократилась почти на 4%, почти на 4%, именно потому, что количество работников уменьшилось. Я называл как-то в прошлой передаче цифру, что количество активного населения сократилось на 60 тысяч человек. Это почти 5%, только за один год. В то же время преднестровцы, эксперты Приднестровья думают, что подписание договора о свободной торговле со странами Европейского Союза может отрицательно повлиять на экономику Приднестровья. Ваше мнение? Мы, в принципе, будем говорить де-факто разделены, но мы же знаем, что у нас границы прозрачные, и товары перетекают отсюда, туда, оттуда, сюда, и очень многое перетекает нелегально, потому что границы неконтролируемые, поэтому, естественно, конечно, скажется. То есть появление дешевого импорта, дешевого импорта, да, оно, прежде всего, вызовет негативные последствия для производителей, а производители – это заработная плата населения, занятая. Давайте обсудим еще некоторые моменты, которые возникли на прошлой неделе. Например, Валерий Лазер, министр экономики, заявил о том, что газ подешевел, и информация была представлена достаточно помпезно, но ощутят ли на себе это удешевление конечные потребители, мы с вами, все граждане Молдовы? Я бы, например, похвалил бы господина Лазеря в том случае, если бы он добился скидки на цену на газ. Дело в том, что цена на газ формируется не от того, что господин Лазер более активно или наша правительство, или наша власть вела переговоры с Россией. Нет, она определяется по корзине нефтепродуктов, доходят газоль, мазут и так далее, и поскольку мировые цены снизились, они вот на тот мизер, который снизился в мировые цены, да, оно дало как раз снижение цены на газ, потому что у нас идет с опознанием на полгода. Но та сумма, которая, она снизилась, значит, у нас цены, пересматриваясь, вот эта цена меняется более чем на 5%, но вы же не забывайте о том, что у нас НДС вырос с 6 до 8%, вот она села, поэтому население этого не увидит и не почувствует, к сожалению. Да. И потом, если опять вырастут цены на нефтепродукты, да, то автоматом опять вырастет цена на газ. Нам надо выходить на долгосрочные, в разумительной связи с Россией, с тем, чтобы мы все-таки получали скидки. Разумное предложение. Давайте обсудим также расходы ведомств. На прошлой неделе была обнародована информация о том, что ведомства тратят на личные расходы, на собственное содержание более 12 миллиардов лев. Например, эксперты подсчитали, что каждый день мы с вами, граждане Молдовы, выделяем 250 миллионов лев на работу исключительно парламента. Вот такая цифра. Задается, напрашивается вопрос, разумно ли такие траты высокие, непомерно высокие траты в сложившей ситуации? Может, следовало бы умерить свои завышенные запросы? У меня есть статья такая, она недавно была, называется цена извоза депутата. Вот то время, когда все статьи бюджетов образования, здравоохранения идут к сокращению, парламент каждый год наращивает себе почти по 20% расходы на содержание. И когда мы говорим о том, во сколько обходится содержание только одного автомобиля, на котором есть депутат, то он обходится в два раза больше, чем зарплата депутата. Это при том, что он сидит все время, будем говорить, дня три в неделю он сидит на заседаниях парламента, фракции, пленарных заседаний и так далее, и только два дня в неделю, допустим, где-то выезжает. То есть это огромные непроизводительные расходы. Это касается не только парламента, я могу сказать, когда кончался 2011 год, так с легкой руки правительство взяло и подарило 2 миллиона леев дополнительно на содержание своей столовой правительственной и так далее. Примерно так. У нас вроде как никаких проблем нет. Они где-то 24-26 было постоянное правительство. Наверняка и в этом году были, просто не все доходит до нас, будем так говорить, но содержание чиновников обходится очень дорого. И при том, что у нас количество активного населения за 2000-е годы сократилось на одну треть, количество чиновников сохранилось тоже, оно больше 50 тысяч. Причем сейчас взяли такую очень интересную моду, теперь уже как бы министерство само не растет, оно создает различные агентства, которые, хотя это по сути дела бюджетная организация не считается, но они выводят их за пределы аппарата министерства. Поэтому вроде как бы не чиновники растут, но по сути дела чиновничный аппарат продолжает расти. И это, конечно, ложится очень большим бременем на население. Ложится не только в вопросах, связанных с финансовыми расходами, но чем больше чиновник же не сидит просто так и перекладывает бумаги, он сразу ищет сверху свое предложение, то есть он начинает думать о том, кого он будет доить. То есть сразу придумывает какие-то отчеты, что мы представляли, что надо какие-то справки, он начинает что-то контролировать, требует, чтобы мы разрешили право на штрафные санкции и так далее. Вот можем так сказать, смотрите, у нас НДС выросло на 2%, а штрафа и пение на треть, на 33,7%. Вот результат давления. Если раньше чиновники всячески отвергали информацию о том, что все плохо, вот уже Валерий Лазар подтверждает, что внутренний валовый продукт покажет в этом году отрицательное значение. Неужели нельзя было этого избежать и почему не предпринимаются никакие действия для того, чтобы как-то исправить ситуацию? Я вас на прошлой передаче говорил, что будет отрицательный и как он может быть положительный, если у нас сельское хозяйство дало больше 20% в минус, промышленность в минус, строительство в минус, транспорт в минус, вообще куда ни, посмотри, какую цифру, везде в минус, как же может быть ВВФ в плюсе? То есть это вопрос абсолютно очевиден. И, кстати, вот если говорить о миссии МВФ, которая приехала в ноябре, это тогда было уже все понятно, там, если помните, было поставлено вопрос. То есть они не стали продлевать с нами соглашение и сказали, ребята, разберитесь прежде всего с вашим бюджетом, потому что то, что вы сделали, это образно говоря, Филькина грамота, то есть они рассчитали бюджет из расчета того, что мы год выполним 3,5, а на будущий год, по-моему, там 4% рост, то есть уже теперь на этот год. Но они должны были приехать в начале марта, но мы знаем, что они опять оказались, потому что ни в банке, где экономия так не разобрались, ничего не сделали, и с бюджетом тоже не разобрались, ничего не сделали. Вообще, если кто-то откроет, сейчас появился отчет за первый месяц по собираемости налогов, то посмотрите выполнение, например, плана по доходам, по доходам, связанным с налогом на прибыль, налогом на доход. Ну, в целом, по доходам они план провалили, но я вот хотел обратить внимание налог на прибыль. У нас уже второй год действуют правила, когда экономические агенты платят налог на прибыль не по факту, а по плану, который запланировали. План должен быть либо на уровне предыдущего года, равномерно разбитый по кварталам, либо ты закладываешь план, который ты считаешь нужным, и оплачиваешь это, независимо от того, получил ты прибыль, не получил ты прибыль. Но если ты заложил план, а по факту оказалось, что на 20% больше, чем ты запланировал, то ты получишь пеню. Нормально, да? Вот вы посмотрите, когда первый месяц Минфин, он себе запланировал план, например, по прибыли ниже фактического уровня, который был сделан в прошлом году. Ниже, чем в прошлом году. И выполнение плана там получилось за 200%, за 200%, то есть перевыполнение плана. То есть они специально заложили себе такой план, чтобы получать премии, понятно, да? А при этом как бы бюджет получает общий минус. К сожалению, к сожалению, вот налоговая политика, которая осуществляется в нашем государстве, она тоже очень мало увязана с нашими реалиями. Это главное, что она как бы тыкает нас носом, уже не просто тыкает, а прямо жестко заявляет Международный Валерийный фонд и наши кураторы по развитию. Мы затронули МВФ, и не так давно представитель МВФ заявил, что в Молдове слишком много примарий. Мы знаем, что ситуация на местах далеко не самая лучшая, многие люди жалуются, что они вынуждены преодолевать сотни километров для того, чтобы получить справку или ведомость. И теперь очередное заявление. Мы знаем, что власти обычно очень прислушиваются к советам и рекомендациям МВФ. Стоит ли ждать, что, возможно, будет сокращаться число примарий? Это старая песня под названием «Уезды», если помните. Мы проходили через это. Значит, то, что касается Европы, это абсолютно правильная мера. Значит, вот даже в рамках одного населенного пункта, я, например, был... в Европе не так сильно это видно, а в США вот небольшой городок, да, как наши Хинчешты. Через центр города идет автобанк. Три полосы в одну сторону или четыре полосы, четыре полосы в другую сторону. И для того, чтобы попасть с одной половины населенного пункта в другую половину, надо сесть на машину, проехать там два километра, где будет разворот, объездной специальный длинн, разворачиваешься и поезжаешь туда. То есть пешком пройти нельзя. И там, где сделаны отличные дороги, где отличные дороги, и где каждая семья имеет машину, какие проблемы сезти, проехать 20 километров до больницы или вызвать скорую помощь, где приедут по этой отличной дороге и так далее. Но, учитывая, что у нас 58% населения живет в сельской местности, а вторая половина выгодцы села, они знают, что такое осенью и что такое весной, да и сейчас зимой, из райцентра попасть в село. То есть это огромная колея, то есть легковый автомобиль однозначно не может проехать, потому что там может пройти только трактор. Пешком, вы сами понимаете, это больному человеку пройти невозможно. Поэтому, когда мы хотим все это дело укрепнить, то есть мы заведомо отрезаем население от всех социальных служб. Ну, невозможно сегодня из села добраться в населенный пункт дальше, чем, допустим, 5-6 километров. То есть 5-6 километров там можно пройти пешком, допустим, по обочине, где более-менее еще сухо и так далее, потому что на машине проехать невозможно, каждый трактор не имеет, чтобы на тракторе отвезти жену и так далее. Поэтому это вот отсутствие реальной жизни, понимания реальной жизни и вот тех предложений, они, еще раз подчеркиваю, для Европы это нормально. У нас это приведет к тому, что население и так у нас умрет, как мухи. Будет умирать еще активнее, к сожалению. Мы говорили уже с вами в том числе не раз о том, что МВФ применяет свои европейские стандарты по отношению к нашей стране, при этом не вдумываясь совершенно в происходящее здесь, не выясняя элементы, детали, а это ведь немаловажно для того, чтобы сложить полную картину происходящего в Молдове. Ну вот представьте себе, человек живет в Стокгольме или в Брюсселе или в Париже, он видит, что у него подметенные улицы, транспорт ходит по расписанию. Вот у меня приятель живет в Канаде, а там температура падает, допустим, утром вышел 5 градусов минус, да, а вечером 35. Я говорю, как же ты одеваешься? Она говорит, это там просто. То есть я выхожу из, захожу в переход, который отапливаемый и знаю, что у меня там в 17 часов одна минута подходит автобус. И я вот в 17 за одну минуту поднимаюсь наверх, действительно в 17 одна подходит минута. Или вот в Штатах я вам рассказывал, значит, там крупные населенные пункты, в них школа, а фермеры живут на расстоянии 2 километра друг от друга по трассе. И вот идет автобус, и собираешь школьников по трассе. И вот знаешь, автобус подойдет к моему дому 8 часов 3 минуты. Я 8 часов 3 минуты вывожу школьника. И знаешь, что в 2 часа 7 минут моего сына привезут или мою дочь. Я встречу. У нас это реально? Понятно, да? То есть для них это норма. То есть они не представляют, как это жить по-другому. Представляют, как жить по-другому. А у нас, я как-то называл на вашей передаче, что у нас, если взять детей в возрасте от 7 до 18 лет, то у нас 30% не посещают школу. Это то, что официально. То есть если человек, который чистится в школьную, он считает, что он посещает. Вообще не посещает. А мы знаем, как вот этой зимой, когда эти автобусы стояли и так далее, то есть никто не возил, дети не добирались, кто-то добирался и так далее. Это масса проблем. То есть мы идем к тому, что у нас будет основное количество населения, это будет безграмотное и будет их основная участь это мыть кому-то, извините за внимание, попу за границей ехать. Да, либо, если это высококвалифицирован, то ложить плитку там или, короче, использовать на строительстве. Но никак не для интеллектуального труда. Да, к сожалению, печальные выводы мы с вами делаем. Не могу не обсудить с вами еще один вопрос. На прошлой неделе приступила к рассмотрению вопросов в банкодиэкономии и вообще в банковской ситуации, в банковской сфере комиссия парламентская. Ваши ожидания от деятельности этой комиссии, может быть, какие выводы вы ждете? Они никаких выводов не сделают, потому что банковское дело это очень специфический вид, будем говорить, бизнеса, где мне просто в жизни довелось, я много лет вообще, работал преподавателем, по совместительству, чисто преподавателем, по совместительству. И много лет в экономической академии читал банковское дело. Курс достаточно большой, 60 часов лекций, 60 часов практически. И должен сказать, что там на каждый шаг разработаны регламенты. Без понимания этих регламентов, эти нормативные документы, которые, с одной стороны, приняты национальным банком, с другой стороны, эти регламенты адаптированы к этому банку. Очень тяжело понять те процессы, которые происходят. Ну и задается вопрос, как, например, могли выдать кредит? Действительно, невозможно выдать кредит, потому что есть регламент о выдаче, о крупных заимствованиях. Есть регламент, как должен вести себя кредитный отдел. Есть регламент, как кредитный отдел. Ведь там, помимо кредитного отдела, который оформляет кредиты и так далее, там есть еще кредитный комитет, который мелкие кредиты выделяет работник кредитного отдела, А крупные кредиты идут через кредитный комитет. Кроме того, там есть юридическая служба, которая проверяет все залоги и так далее. То есть это очень сложный механизм, и здесь должны иметь определенные навыки. Поэтому, естественно, комиссия парламентская, она ознакомится с ситуацией, получит общее представление, ну примерно так же, как получает рядовой, будем говорить, житель этой страны, общая информация о ситуации. Но мы и так знаем, что там все украли, и там вели себя не чисто плотно. Если об этом написал, я в прошлый раз вам показывал записку Международного валютного фонда, где прямо сказали, что там используются мошеннические схемы, что там отсутствовал юридический аудит этих дел, что там было непрофессиональное управление и так далее. Но, к сожалению, вот было проведено несколько собраний, 1 марта опять было собрание акционеров. Рассматриваются чисто организационные вопросы, то есть кого-то сняли, кого-то назначили, кого-то выделили, но никто не рассмотрел до сих пор, никто не до сих пор не рассмотрел, какой же план действий мы должны сделать для того, чтобы вывести банкодиэкономии из прорыва. Я тогда называл цифру, что если все банки Молдовы получили 1 миллиард 100 миллионов прибыли и, в принципе, сработали нормально и хорошо, для них год был более-менее удачный, то банкодиэкономии получил 313 миллионов убытков. Это, наверное, о чем-то говорит. Безусловно. Последний вопрос. Такая печальная новость, не то чтобы новость, печальный прогноз. Молдовия пророчит судьбу Греции, которая находится на грани дефолта. Все на самом деле так плохо или есть еще шанс на то, что ситуацию можно исправить? Греция глубже залезла в долги, чем залезли мы. У нас пока, будем так говорить, сумма внешних заимств не так обременительна для Молдовы, как в Греции. Должен сказать, что, в принципе, если мы будем поступать так, как поступали до сих пор, вот у нас очень любит бравировать наш примар, генеральный Кишинев, о том, что и автобусы он закупает, и троллейбусы закупает, и дороги строит, и так далее. Но это не за счет увеличения доходов в городе Кишиневе, а это за счет увеличения кредита. Причем ни по одному кредиту, ни я не услышала информацию, как же это государство собирается в будущем эти кредиты возвращать. Вот главная проблема. Поэтому проблема дефолта, это очень, будем говорить, далекая, пока отдаленная проблема, потому что у нас есть такой показатель отношения внешнего долга к ВВП. По мировым оценкам, он должен быть, этот долг не превышает 60%, хотя многие европейские страны, включая США, уже имеют больше 100% внешний долг. Ну, например, Соединенные Штаты имеют долги свыше 17 триллионов долларов, при том, что у них ВВП где-то на этом уровне. Тем не менее, они, как видите, справляются. Для нас важен сегодня не дефолт, для нас важно в том, что наша экономика не развивается, она стагнирует. И учитывая то, что у нас ВВП на душу населения в 20 раз меньше, чем в странах Европы, в 20 раз меньше, да, в основных странах есть страны, где в 10 раз и так далее, но есть страны, как Люксембург, в 50 раз меньше. Поэтому, когда говорят, что те страны, рост ВВП 1-2%, и наши 1-2%, понимаем, что это просто несопоставимые вещи. То есть мы должны выйти на ВВП не менее 10% в год. Тогда у нас есть шанс, что мы начнем их догонять. Пока абсолютный разрыв между странами Европы, будем говорить, куда мы стремимся и так далее, вот этот разрыв, он увеличивается, увеличится. И чем больше будет разрыв, тем больше мы будем беднее, тем больше нас будут давить. Ведь давят кого? Вот внешне говорят о том, что нам помогают, да, помогают. Но если сравнить эту помощь, вот как говорят, мы помогаем сельскому хозяйству, да, вот говорят, у нас есть субвенция. Но давайте, почему сельскому хозяйству правительство помогает и в то же время, заявляю, оно берет с него акциз 1260 леев за тонну дизельного топлива, и добавьте к нему еще 252 леи НДС на этот акциз, да, ведь, будем так говорить, это не предмет роскоши, значит, что берется акциз, да, это не предмет вредного продукта, например, алкоголя или сигареты, да, и это в конце концов не предмет для формирования дорожного фонда, потому что агрария обрабатывает землю, они не ездят по дорогам. И вот получается парадокс, да, мы говорим, что мы помогаем сельскому, с одной стороны даем субвенции, да, а с другой стороны забираем через НДС, ничего мы не даем, вот в чем проблема. И то же самое получается и у нас, вот смотрите, где нас только, вот в это, ну, вот только буквально пару месяцев назад нас освободили от приставки, вернее, от поправки Джексона-Венника, где мы не могли экспортировать свои продукты в Соединенные Штаты Америки. У нас такие же точно проблемы, вот мы говорим, зона свободной торговли, да, с Евросоюзом, но нам говорят, ребята, будет зона свободной торговли, но помидоры мы с зоны свободной торговли вычеркиваем. А чем мы можем торговать? Понятно, да? А по другим продуктам, там настолько жесткие технические условия, то есть есть, так называемые, есть барьеры, которые в виде таможенных почин, а есть технические барьеры. Это стандарты качества. Да, такие требования, которые просто невозможно через них перешикнуть. То есть мы не дотягиваем. Не дотягиваем, да. И поэтому нас просто теоретически нам говорят, да, вот вы можете поставлять, мы вам даём квоты и так далее, и так далее, но нам нечего поставлять, мы не в состоянии поставить. И ситуация такова, что она не улучшается, не улучшается, учитывая, что у нас как бы всё валится и рушится, она, к сожалению, ухудшается. В этом вся проблема. И если обратили внимание, вот в прошлый год, то у нас экспорт в страны СНГ вырос, а в страны ЕС упал. То есть это наиболее ощутимые, будем говорить, более слабые наши позиции, в нашей экспортной политике. А без экспорта не может быть самодостаточной экономики. Ну, если это всё действительно так, если экспорт товаров в страны СНГ вырос, а в страны ЕС упал, не проще ли было бы, не лучше ли было бы обратить всё-таки свои взоры в сторону Востока и отказаться от идеи западной интеграции? Вы понимаете, вот не надо как бы бросаться в крайности, в одну и вторую. Я сторонник о том, что разумный, будем говорить, политик, да, он стремится создать добрососедские отношения с окружением и извлечь максимальную прибыль, максимальную выгоду для своей страны. Максимальную выгоду для своей страны. И наши есть как бы цели и задачи о том, чтобы дружить с Евросоюзом. Дружить с Евросоюзом. Но пока потенциал наш экономический, пока наш потенциал экономический, он конкурентоспособен только с Востоком. И вообще абсурдно уходить с того рынка, который уже занят. Просто абсурдно. Мы сократили почти в 7 раз экспорт вина в СНГ. Ну, прежде всего в Россию. Мы знаем, когда это винная эмбарго была. И что? Да, мы выросли, но мы далеко от тех рубежей, которые были когда-то. Далеко от тех рубежей. К сожалению, это очень тяжело восстанавливается. Это огромные проблемы. И еще раз подчеркиваю, будусть политик заключается в том, чтобы получать максимальную выгоду из нашего окружения. Нельзя вот как бы бросаться либо, не задумываясь, либо вправо, либо влево. Надо торговаться, надо договариваться, надо находить... Вот смотрите, как Лукашенко лавирует, да? Он то поддается, то дается. Но при этом страна, это единственная страна в СНГ, которая не упала ниже уровня 90-го года. А у нас половина только к уровню 90-го года. У них все время растет. У нас сегодня масса продуктов животноводства из Белоруссии. Это при том, что там болото, лесостепи и так далее. То есть как бы не очень благоприятный регион для сельских хозяйств. Тем не менее, мы очень много продукции импортируем. Мы сегодня завозим троллейбусы оттуда. И так далее. Много наших тракторов МТЗ, которые мы как бы... Вернее, этот... Да-да, МТЗ, которые завозили из Минска. И много другой продукции. МАЗы и так далее. Это страна, которая не потеряла. Мы все, что мы производили, мы все потеряли. Они сумели с проблемой... У них проблемы и есть по-прежнему и так далее. Но тем не менее, они благодаря вот такой гибкой политике, которая не осуществляется Россией, да. Ведь они теряют свой суверенитет. Вы смотрите, как вот с одной стороны наступление России, как батька стремится отстоять все-таки интересы белорусов. Это достигается вот именно дальновидности и целеустремленности. Я знаю, у нас это отсутствует. У нас, к сожалению, еще раз подчеркиваю, мало уделяется внимания и мало вообще обсуждаются эти проблемы. И поэтому вот так все получается спонтанно. То есть люди, не подготовившись, бросаются из одной крайности в другую и получаем вот такие результаты. Что же, Михаил, на этой печальной, горькой, грустной ноте мы с вами и закончим сегодняшнюю передачу. Будем надеяться, что, может быть, наши политики наберутся дальновидности и предпримут положительные меры по ситуации экономики в нашей стране. Я благодарю вас за то, что вы согласились прийти и ответили на наши вопросы. Спасибо, буду рада вас видеть снова в нашей студии. И вам спасибо, что приглашаете. Хорошего дня вам. А всем нашим зрителям я напомню, что у нас в гостях был Михаил Пойсик, и мы обсуждали экономическую ситуацию в стране. Спасибо за внимание, увидимся завтра. До свидания. Продолжение следует...